Добрый день всем, с вами я Санчес и сегодня я разберу вместе с вами тизер-трейлер Истории игрушек 4 и это будет последняя часть во всей серии мультфильма. И также поговорим о новостях канала. Поехали! Что же нам показали в тизер-трейлере? В тизер-трейлере Истории игрушек 4 нам показали нашего Вуди, Базлайтеры и других героев, которых мы знаем по другим частям мультфильма, которые за ручку куда-то идут. И идут они до тех пор, пока нам не показывают нашего главного героя. Наш главный герой это вилка. Да, он обычная столовая вилка, руки его выполнены из трубочки для напитка, ноги выполнены в виде трубочки для мороженого, жвачки, которые все это как-то склеивает, какой-то наклейки, которые висит на ноге. И глаза его выполнены в виде двух кнопок, а рот почему-то глазированный. Если честно, это очень странный, по первости можно сказать, персонаж. Я был очень удивлен до тех пор, пока я не задумался. Пока, конечно же, никаких теорий, никаких сливов сюжета и всего такого нету, поэтому я лично сам выскажу свое мнение, как я думаю, какую все-таки теорию стоит развивать. Дело в том, что это игрушка нашей хозяйки Бонни. И она маленькая девочка, которая, по сути, взяла и создала вот такую непонятную фигурку чего-то. Вспомните себя, какими вы были в детстве. Вот мне лично было абсолютно все равно, чем я играю. Я выходил на улицу, брал палку и считал, что это автомат. Либо мог оторвать ветку какой-то от дерева и драться, как будто это меч. У меня дома были как игрушки из киндера, так и какие-то пластилиновые человечки, которых я сам лепил. И дело в том, что в таком возрасте у тебя нету понимания, какая у тебя игрушка качественная, некачественная, хорошая, нехорошая. Для тебя все игрушки одинаковые, потому что ты их любишь, ты считаешь их живыми и так далее. Также и главная хозяйка считает живой обычной игрушкой. Но у него лично будет, так скажем, небольшая проблема, потому что он не сможет определиться, а кто он есть вообще. Все-таки он столовый прибор, вилка, и он должен помогать людям принимать пищу. Либо он игрушка, и он должен находиться среди всех остальных игрушек, как обычная игрушка, которой играют. Дело в том, что наши игрушки не просто так становятся живыми. Они становятся живыми только тогда, когда хозяин отдает частичку души, когда он воодушевляет вас. Когда он фантазирует, что вы живые, как раз такие игрушки и становятся живыми. Значит, хозяйка также его любит, как и все остальные игрушки, и решила его так воодушевить. Но это не меняет то, что у главного героя будет такая проблема неопределенности. Он будет долгое время думать, а кто же он на самом деле. Он все-таки игрушка или он столовый прибор. Конечно же, Pixar, я также думаю, что смотрят в сторону DreamWorks. Они видят, насколько интересно и эпично показывают нам каждый новый трейлер. И они хотят, чтобы тоже зритель немножечко погрустил, потому что все-таки это последняя часть во всей серии истории игрушек. Больше вроде бы как не будет. И поэтому они решили, как я считаю, сыграть немножечко на грусти, сделать акцент такой небольшой. И поэтому нам расскажут вот такую историю о такой вот странной, возможно, какой-то найденной на улице, либо слепленной из чего-то, что было, игрушке. Мы точно не знаем, потому что Pixar старается никому не рассказывать информацию. Вообще никому не дает никакие сливы, никаких картинок и так далее. И поэтому нам остается только ждать либо полноценный трейлер, либо хоть какие-то интересные сливы. Но я хочу вам сказать, что я уверен, что мультфильм будет все-таки сделан с акцентом на грусть и получится очень интересным, потому что это что-то новое. Мы видели, когда у Вуди и других персонажей мультфильма меняется хозяин, мы видели, как меняются враги, меняется комната, да, то есть они на улице, то они дома. Но мы еще не видели такого необычного персонажа. Поэтому я думаю, что получится все очень интересно и стоит обязательно ждать, конечно, новых каких-то сюжетных моментов. И давайте теперь поговорим о новостях канала. Дело в том, что, ребят, я буквально на прошлой теории вам спросил, стоит ли делать стримы. И многие ответили, что да, стоит, потому что хотят со мной поговорить, пообщаться, позадавать вопросы. Безусловно, вы хотите узнать, какие будут новые теории, какие видео стоит ждать на канале, по каким мультфильмам или, возможно, вы хотите сами предложить мультфильм. И, в общем, вы ответили все положительно. Но дело в том, что площадка, которую я выбрал, она немножечко сложна как механизм. Дело в том, что я видел множество комментариев, когда вы писали, что вы даже регистрировались на Твиче, лишь бы только подписаться на меня. Спасибо большое, мне очень приятно, что вы так меня поддерживаете. Но я сам думал, что у Твича намного больше возможностей, нежели у него есть. Дело в том, что я думал, я буду делать стримы, то есть у меня один день будет теории, во второй день будут стримы. И они будут выходить на канале, то есть, ну, на канале Твича в сохраненках, вы сможете спокойно их посмотреть. А оказывается, Твич не сохраняет видеозаписи дольше 14 дней. Ну и для випов там дольше 60, но все равно это мало. И поэтому я считаю, что плюс еще то, что вы не до конца адаптировались под Твич, все-таки вы больше на Ютубе. Зачем нам, по сути, вот такие вот сложности? Давайте я создам архивный канал, он будет добавлен в рекомендации, вы можете тоже на него подписаться. И там будут выходить наши все трансляции, которые мы будем стримить, и вы сможете спокойно пересматривать, если что, вдруг. Ну и те, кто подписался на Твиче, тоже не забывайте смотреть спокойно. Я сделаю мультистрим, видео будет выходить с видеостримов, так скажем, как на Твиче, так и на Ютубе. И, ребята, я хочу сказать, давайте поактивнее, потому что я понимаю, осень сейчас такое состояние, знаете, когда хочется поспать, полежать. Это все я понимаю, но я тоже стараюсь ради вас. И хочу, чтобы мы создавали такое комьюнити по мультфильмам, интересные и так далее. Не только по мультфильмам, а вообще комьюнити развлечений. Поэтому смотрите теории, заходите на стримы. Стримы будут выходить практически каждый день, то есть сегодня у нас теория, завтра у нас стримы. Поэтому, по сути, не пропускайте, можете подписаться на архивный канал, либо на Твич и смотреть стримы. И также, ребята, подписывайтесь на друзей, у них очень качественный контент. Я думаю, им будет приятно, обязательно подписывайтесь, все ссылочки вы можете найти в рекомендации. Ну вот здесь еще с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И пока!